Привет! Гадаете, откуда брать силы и время на учебу? Знакомая ситуация? Зазвонил будильник, за окном еще теме не хочется спать, кот мурчит, свернувшись в ногах и нет-нет, завидуясь, что ему-то никуда не надо, вспоминается вчерашний вечер, залипание в соцсетях и три серии игры престолов подряд. И неважно, дистанционный ли урок впереди или топать в родную Alma Mater, одинаково лень. Как тут сосредоточиться на том, что говорит преподаватель? Ну вот несколько лайфхаков. Забота о своем организме – это основа основ. Высыпайтесь и питайтесь вовремя. Понаблюдайте за собой и выделите свой пик активности в течение дня. В это время сложные задачи будут даваться вам легче. Организуйте рабочее пространство так, чтобы все нужное всегда было под рукой. Учитесь фильтровать информацию в интернете, чтобы не удивляться, почему вы проходите тест на тему «Кто вы из смешариков» вместо того, чтобы готовиться к занятию. Делайте перерывы. Достаточно переключиться на другой род занятий. Например, Эйнштейн начинал играть на скрипке, если ему никак не удавалось решить научную проблему. Смена деятельности помогала ему достичь озарения. И хвалите себя. Каждая прослушанная лекция, сделанное задание и прочитанная страница – шаг к цели. В школе мы имели привычку готовиться к занятию по истории на переменке, пытаясь предсказать, чья очередь отвечать. На уроке пересказывали параграф, а к следующей перемене информация благополучно выветривалась. В 11 классе, решив сдавать историю для поступления в университет, я осознала, что теперь мне придется готовиться в сжатые сроки, да еще и с нуля. Я думаю, многие из вас задавали себе досадный вопрос «Ну почему я не учила-то раньше?» А все потому, что у регулярности в занятиях есть весомые плюсы. Регулярность поможет вам сформировать из поверхностных знаний прочную систему знаний, которая не выведется на следующий же день. Изучать материал и возвращаться к его повторению малыми порциями, а значит экономить и правильно распределять свои ресурсы. Снизить стресс. Все чаще преподаватели смотрят не на итоговый результат, а на вашу работу в процессе. Вы вполне можете заслужить своей регулярной работой автомат по предмету и тем самым облегчите себе жизнь в конце семестра. Вы можете делать вид, что готовились к занятию заранее, хотя выучили свой ответ за 5 минут до урока или списали домашку у соседа по парте. Преподаватели, тем не менее, могут проверить, насколько активно вы взаимодействовали с материалом в цифровой среде вне занятия. Например, образовательная платформа Юрайт предоставляет возможность преподавателю увидеть вашу цифровую активность, которая отслеживается по вашим цифровым следам. Преподаватель узнает о том, сколько времени вы провели на сайте, сколько времени потратили на просмотры видео и сколько страниц прочитали. Имейте в виду, что ваша цифровая активность может стать важным показателем для итоговой аттестации. Итальянец Джузеппе Паттерно в 96 лет получил степень бакалавра по философии. Это была его мечта, которую ему по стечению обстоятельств не удавалось осуществить ранее. И на этом он решил не останавливаться. Мотивации, зачем учиться, могут быть разными. Даже учеба ради знания и удовольствия. Но рассмотрим несколько универсальных плюсов образования. Вы учитесь планировать, ставить цели и расставлять приоритеты. Расширяйте кругозор. Даже тот предмет, который, казалось бы, не связан напрямую с вашей специальностью, делает ваше мышление более богатым и гибким. Вы укрепляете ваши коммуникативные навыки. Учебное заведение может помочь вам в реализации ваших идей и проектов. И стажировки и гранты – это дополнительные возможности укрепить портфолио. Попробуйте ответить себе на вопрос, как вы хотите, чтобы образование пригодилось вам в будущем. И выбирайте ту специальность, которая будет востребована и интересна именно вам.